В арсенале Ольги Постниковой целая кипа документов, начиная аж с 98-го года. Все они о газификации, которая на бумагах есть, а на деле нет. Я пыталась установить газобаллонную установку. Мне так сказали. Они не могут мне выдать технические условия, так как трубы уже, конечно, пришли в негодность. Они травили газ, пахло газом. Эти вентиляции, они уже засыпаны. И тут, знаете, разгребать надо. Там и битые кирпичи, гнезда. Их никто не чистит. Забитая вентиляция в 26-м доме по улице 50 лет Октября в Рыбинске – это еще полбеды. За десятки лет простое газовое оборудование, оно полностью пришло в негодность. Баллоны с природным топливом к этой двухэтажке подключили еще в 60-х. И до сих пор по бумагам дом считается газифицированным, но пользоваться ресурсом местные не могут. Вот со стен свисают газовые трубы, а металлический ящик для хранения баллонов проржавел и держится на соплях. Но есть в доме и те, кто восстановил систему с газовыми баллонами самостоятельно. Это мы выяснили по запаху газа у двухэтажки. Для устранения утечки пришлось вызывать аварийную службу. Забыть эту хлипкую систему и перейти полностью на электроснабжение по льготному тарифу местные тоже не могут. Нужна мощная проводка и единогласный отказ от газа. Применение понижающего тарифа жители должны подтвердить, доказать факт, что в установленном порядке все жилые помещения в доме оборудованы электроплитами для приготовления пищи. В этом случае по-любому нужно будет внести соответствующие изменения в технический паспорт. Замена электрики изменениями в техпаспорте должен заняться управдом. А городские власти в свою очередь сообщают, что система вентиляции будет приведена в порядок. Этот дом в этом году в рамках капитального ремонта претерпит изменения, то есть капитальный ремонт крыши с ремонтом вентиляционных каналов. Соответственно, вот эта проблема будет решена. Сейчас решение, пользоваться газом или электричеством, остается за жителями. Главное теперь, как говорится, не упустить момент. Дарья Кост, Сергей Мозилов. День событий.